Многие пришли сюда одновременно, сразу после рабочей смены. А потому в фойе, где регистрировали участников торжественного мероприятия, образовалась небольшая очередь. Среди гостей и бригадир газовой группы Михаил Федулов. С Коксогазовым заводом неразрывно связана история всей его семьи. У меня работал дедушка, его братья, племянники, отец мой работал, сестра. Я работаю, двое моих сыновей работают сейчас на заводе. Когда пришел на завод, попробовал, очень понравилось, завораживающее зрелище. И люди были очень хорошие, и сейчас очень хорошие люди. Тянулся коллектив и так и остался. История Видного также началась благодаря Коксогазовому заводу. И несмотря на то, что в наши дни он перестал играть ведущую роль в жизни города, глава района считает, что и сегодня предприятие остается градообразующим. На протяжении 53 лет предприятие трудится. И пройдя сложные этапы, которые в первую очередь ставили под угрозу существование самого предприятия, собственники в первую очередь сохранили рабочие места. В первую очередь оставили льготы для тех ветеранов, которые работали и отдали долгие-долгие годы жизни, работая на предприятии. Поэтому для нас, для ведновчан, как он был градообразующим, так он и остался. В ходе праздника десятки рабочих и сотрудников вспомогательных служб получили награды, которые стали знаком признания их работы. А для ветеранов День Металлурга еще одна возможность увидеться со старыми друзьями. Я на заводе работал с 1968 года, сразу после демобилизации из Петровского я попал на завод. Проработал я на заводе до 2015 года. Я увидел много старых друзей, не просто старых, а некоторых молодых, можно сказать, но старых друзей. И с кем я работал когда? Где-то уже 71 год, а я увидел тем, кому 40, 50 лет. В общем, многих я увидел. Традиционно в этот день награждения и обращения официальных лиц сменялись эстрадными номерами, подготовленными творческими коллективами. Депутат Московской областной думы Владимир Жук от имени законодателей поблагодарил коллектив предприятия за отличную работу. Уже второй год подряд наше Подмосковье является лидером по темпам роста промышленности. Такой результат, конечно же, просто так не приходит. Это результат большой, системной и командной работы. Работы правительства Московской области, Московской областной думы и, конечно же, нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Наш губернатор постоянно нацеливает все органы исполнительной власти, все, не только исполнительные и законодательные, все верные власти на динамичную, постоянную работу. Мы должны не просто эту динамику поддержать, это наша задача, но и из года в год наращивать. Сегодня Московский коксогазовый завод – современное предприятие, которое выпускает более 1 миллиона тонн кокса в год. Особое внимание здесь уделяют экологии. Что-то своими силами делается. Также есть программы, которые предполагают закупку оборудования, направленные именно на экологические мероприятия. То есть на снижение выбросов и так далее. Внутри очень жесткий контроль сторонний. Также присутствует со стороны города, администрации. Мы отправляем туда информацию о проделанной работе. День Металлурга отмечается с 1957 года в 3 воскресенье июля. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.